Всем привет. Что-то давненько не было у нас ответов на вопросы, а вопросов накопилось. Поэтому приступим. Андрей Зиньковский спрашивает. Клим Александрович, здравствуйте. Пишу вам из Ростова на Дону. Будет ли у вас на своём канале отдельная графа для обсуждения мировых войн, происходивших в истории не только России, но и западных стран? Мировые войны у нас было две. Зачем там специальная отдельная графа? Пока не планирую. Андрей Владимирович, а когда будет разбор суперпопулярно красивого снятого и вопиющего с точки зрения истории фильма «Гладиатор»? Ждите, обязательно будет. Или у меня на канале, или у Дмитрия Юрьевича Пучкова. Есть там у нас некоторые изменения в организационном плане, поэтому обязательно будет, готовьтесь. Астах Мерсант. Имеются ли планы по созданию роликов, охватывающих арабское средневековье в целом и устройство общества ОНОВА в частности? Сейчас мы ведём серию разведопросов о крестовых походах. Там мы кое-что об арабах говорим. Отдельно об арабах я пока говорить не планировал. Павел Багаев. В руки попалась замечательная книга за авторством Мендолина Бихайба под редакцией Кирпичникова издания 1995 года. Умеется в виду, наверное, Handbuch der Waffenkunde, то есть энциклопедия оружия. Редакторская ремарка прямо отмечает заблуждение автора по отдельным вопросам. Возможно ли ссылаться на данный источник? Это не источник. Это предмет исследования, то есть литература. На эту литературу ссылаться можно, потому что это классика. Вендолин Бихайм – это один из отцов современного оружиеведения, и не учитывать его работы нельзя. Ссылаться на них можно и даже нужно. Михаил Даков. У русских были метательные звёздочки? Ну, или в Европе? Есть находки? Или это неэффективное вспомогательное оружие? Нет. Метательных звёздочек ни в Европе, ни на Руси не было, их вообще не было нигде, кроме как в Японии. И то в довольно узкий исторический период, у довольно узкой прослойки японских граждан. Их звали Ниндзя. Метательная звёздочка у нас не использовалась. У нас использовали зато метательные топоры. Вот начиная прямо с франков, которые использовали так называемые франциски, жуткая штука совершенно, так и вот, например, в 15 веке есть целиком металлические метательные топоры с шипами во все стороны и даже с заточенной рукояти. Вот как ни кинь, по-любому воткнётся. И весит, в отличие от этих звёздочек, так, грамм 600. Вот 600 грамм топора, оно гораздо лучше. Руслан Евдокимов. Здрасте. У меня такой вопрос. Интересует ли вас тема ранних христиан, их быт, а особенности религиозной жизни, положение в Римской империи, если в планах создания роликов? Конечно, интересует. Более того, мы неспешно, но выкладываем ролики по истории религии. Уже почти добрались до завоевания Палестины Александром Македонским, ну и, соответственно, вот-вот уже будет селевкиды, вот-вот туда придут римляне, будет война Маковеев, потом рождение Христа, и мы об этом обязательно поговорим. Роман Коноплёв. Вы засняли селе роликов «Рождение революции». Не собираетесь ли продолжить и заснять передачу «Поражение революции»? Да, обязательно собираемся. Это, наверное, будем делать к весне. Раньше, видимо, не о силе. Снова товарищ Коноплёв. Подсунули мне книгу авторов Полякова и Житомирская-Киселёв. Полувека молчания. Знакомы ли вы с ней? Даже никогда не слышал. Ничего не могу сказать. Михаил Иванов. Здрасте. Какое отношение к концепции фашизма на экспорт Попова? Охранительство же явное. Охранительство, как написано. Фашизм на экспорт – это не концепция Попова. Это концепция, которая была разработана ещё в Советском Союзе. Она совершенно рабочая. Что такое фашизм? Фашизм по определению, единственной имеющемуся научному определению. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных шевинистических кругов финансового капитала. Так вот, эта диктатура может вполне быть осуществлена на экспорт. Вы представляете? Не обязательно, чтобы у вас конкретно собственный финансовый капитал устроил открытую террористическую диктатуру самых шевинистических кругов. Эти элементы вам могут принести извне разными способами. При помощи, например, военной силы. Как вы думаете, когда фашистская Германия захватила Польшу, сложилась ли там открытая террористическая диктатура? Мне кажется, да. И никакого это отношения к охранительству не имеет. Или, например, в Югославии, где был осуществлён государственный переворот по типу оранжевая революция-майдан при помощи специалистов западных спецслужб в основном. Вот эти западные спецслужбы, они что туда принесли? Благорастворение воздухов? Нет. А что они туда принесли? И был ли это экспорт? Конечно, был. Никакого охранительства здесь нет. Просто нужно смотреть всегда на конкретные моменты, на конкретную реальность. Тоже мне, блин, специалисты. Тарас Могилюк. Сколько было уничтожено храмов при царях? Рано или поздно все здания приходят в негодность, особенно деревянные и так далее. Понятия не имею. Более того, вряд ли вам кто-нибудь точную цифру скажет, потому что учёта тогда не велось. Одно могу сказать точно – их уничтожали много. И далеко не всегда на их месте строили новый храм. А иногда на их месте строили новый храм, который, мягко говоря, отличался, скажем так, паршивыми внешнеэстетическими качествами. Типичный пример – храм Христа Спасителя в Москве. Я имею в виду не современный новодел, а исходный храм. Эта пирамида Хеопса ещё современниками высмеивалась, хотя построили её на месте церкви Седна, прошу прощения, XVI века, которая являлась подлинным историческим памятником. Павел Корецкий. Развелось много научно-популярных журналов, в том числе «Дилетант» «Эхо Москвы». Ой, какой длинный вопрос. «Поговариваю, дилетанты читает лично Путин». Вы, собственно, о чём хотели спросить? Стоит ли читать дилетант? Конечно, нет. Вы вот только что сообщили, что там такие тезисы, как Власов не предавал, НКВД снимало кожу с попов. Ну, то есть, чушь, бред. Разоблачать – да, нужно обязательно. Если кто-нибудь из ваших близких читает, не постесняйтесь ткнуть пальцем и сказать – это и это враньё. Он даже называется как «Дилетант», то есть, человек, который ни хрена не понимает, но всюду лезет, как шоколота. Это, между прочим, эхо Москвы – корредо. Ни хрена не разбираться ни в чём, но всюду лезть. Антон Матвеев. Существует информация, источник не помню, что при обороне города Козельск от 1238 года на русских были какие-то совершенно уникальные доспехи особой прочности. Ты источник вспомни и напиши мне, мне будет очень интересно. Я знаю все отечественные источники об обороне Козельска, и ничего похожего, там нет никаких доспехов особой прочности. Феликс Держинский. Ничего себе. Всем добра Израиля, товарищ Жуков. Лехаем. Какие партии, по-вашему, являются наиболее марксистско-ленинскими, можно вступать, например, в КПРФ и проводить на месте свою политику? Ну, попробуй. Как только ты вступишь в чужую партию, ты тут же окажешься в организации, которая или заставит тебя делать то, что ей нужно, или удалит тебя из своих рядов. Ну, или ты сам удалишься. У нас сейчас с партиями дело обстоит туго, прямо скажем. Вот есть у нас объединение, в котором состоит Михаил Васильевич Попов. Там не всё гладко, но оно вполне достойно вашего внимания. Александр Терентьев. Можете посоветовать литературу по быту городского сельского населения царской России начала 20-го века. Спасибо за ваш труд. Стараемся, комрад. Почитай научно-популярную книжку автора Лыскова «Сумерки Российской империи». Там сжато, популярно, хорошо, с необходимыми ссылками. При этом откроется масса интересного, прямо скажем. Ну, а по поводу конкретно сельского населения. Здоровенная и очень скучная, потому что умная, монография Островского «Историческая судьба русской деревни» и «Великорусский пахарь милого». Но это чтение очень сложное, прямо скажем, для людей неподготовленных трудное. Атлетика-гимнастика. Когда вы уже Суллу Абазревантус весь Рим прочитали, а про папу событий никак не расскажете квиритам любознательным? Руки у меня всего две. Любознательных квиритов гораздо больше. Не знаю, когда до Суллы мы доберёмся, когда-нибудь доберёмся. Сейчас у нас в плане закончить крестовые походы с Дмитрием Юрьевичем. Здесь история религии и история военного дела Древней Руси и вообще Руси-России. Ну, а как там дальше будет, не знаю. Андрей Сты, видимо, святой. Это скромно. Сделайте, пожалуйста, ролик про сцепиона африканского старшего. Точно так же, как и про Суллу, в своё время обязательно сделаем. Я или люди, которые лучше меня разбирают, с которых я буду интервьюировать. Егор Кондаков. «Товарищи из археологии ругают на чёрных копателей. А прогуливаясь по берегу Волги, иногда можно найти монетки всякие. Артефакты смытых деревень и кладбищ, которые оказались под водой после образования водохранилища Сталинградской ГЭС. Имеют ли такие находки ценность для науки?» Все находки имеют ценность для науки, и в руках археолога оно в любом случае послужит науке лучше, чем в твоих руках. Опять Феликс Держинский. «Вы говорили о рассказах в сеттинге игры «Новый союз» от Best Way. Игра закрылась четыре года назад, когда и где вы собираетесь выложить свои творения. Игра закрылась четыре года назад, а авторские права живут пять лет. Мне за эти повести, представляешь, заплатили, и я ещё год не могу их нигде выкладывать». Ну или около того. Денис Вячеславович, планируется ли разведопрос про битву при Азинкуре? Обязательно. Более того, сейчас у нас август месяц, я рассчитываю успеть, так сказать, август, рассмотреть все замечательные августовские события, а именно битву при Касселе 1328 года и битву при Крыси 1346 года, которые имели место как раз в августе. Виктор Лабус. «Если в планах раскрыть тему про Великое Княжество Литовское», оно фигурирует часто, а что это такое, откуда и куда, кто они литовцы. По поводу Великого Княжества Литовского мы записали, по-моему, аж четыре или даже пять роликов с Александром Скробачем об историческом происхождении Украины. Там про Великое Княжество Литовское просто непрерывно рассказывается, непрерывно. Андрей Штыпель. «Вопрос о действиях пеших лучников. Слышал от Клима Саныча, что пешие, в частности, английские лучники стреляли навесом по площадям, но в то же время видел информацию, в частности, у Тоби Кэпфелла, что это ложная посылка. Вопрос, есть ли аргументы в пользу навесной стрельбы, кроме очевидного неудобства, нескольким тысячам человек в глубоком строю стрелять прямой наводкой?» Я у Тоби Кэпфелла, хотя знаю его неплохо, не читал такого, что лучники по площадям не стреляли. Главный аргумент в эту пользу, что одним из до сих пор существующих традиционных состязаний английских лучников является стрельба на перелёт. То есть, когда все состязующиеся выстраиваются в огромную команду и стреляют под углом 30-45 градусов вверх, пытаясь не попасть в конкретную цель, а попасть по дистанции. Это один из традиционных элементов подготовки военного боевого лучника. То есть, не охотника, егеря, а именно боевого лучника. Ну, в самом деле, как вы себе представляете, вот у вас первая шеренга теоретически ещё может стрелять прямой наводкой, а третья шеренга как будет стрелять прямой наводкой? Да никак. А выставить всех в одну шеренгу – это бред, такого не бывает, этим невозможно управлять. К тому же при возвышении, сколько там получается, 40 градусов или 43 градуса максимальная длина полёта достигается, я уж не помню, это именно максимальная длина полёта, т.е. возможность достать противника задолго до того, как он к тебе подъедет. Ну, а на максимальной дистанции прямой наводкой не выстрелить просто никак, только баллистическая траектория так далеко может донести стрелу. Поэтому не слушайте никого, товарищ, стреляли навесом ещё как. Анатолий СС, надеюсь, про СС это шутка, предполагается ли цикл влияния нехорошего коммунистического строя на переход от капиталистско-рабской модели к капиталистско-социальной. Специально не собирался. Санёк Загайный, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу телесериала «Ермак» 1996 года, а также по поводу нового сериала «Молодая гвардия» 2015 года. «Ермак» сериал чудовищно скучный, хотя с отличной матчастью преслеживали за оной. Ныне покойный Михаил Викторович Горелик, очень хороший специалист, и его сын Саша Горелик, который часть предметов делал сам, часть предметов изготовления контролировал. Там всё очень неплохо по нынешним особенно меркам, да и вообще. А вообще, конечно, сериал, ну я не знаю, я его смотрел завязанной челюстью, чтобы от зевка рот не порвало. Ну а «Молодая гвардия» современный сериал «Откровенная дрянь». Посмотрите настоящую советскую молодую гвардию вот в двух сторонах одного экрана. Вот посмотрите, вас от современной этой подделки тошнить не будет после этого. Проведи эксперимент, товарищ, со своими родными. Михаил Даков. Зачем нужно сохранять видение знака лаврата, как ужасное и фашистское. У нас в Лиге их полно возникает, народу с этим бороться законно особо нет, если нет единого мнения о значении символа. Братан, у тебя тут 30 слов и ни одной запятой, я вообще не понимаю, что-то спросил. Формируйте ваши мысли, связано, пожалуйста, и со знаками припинания. Дарья Никонова. Самая интересная археологическая находка в РФ, на ваш взгляд? Самая интересная загадка тайной истории в РФ? Я историк и такими категориями вообще не мысляю. Любая находка самая интересная и любая тайна заслуживает того, чтобы её изучали. Я, это, не журналист РНТВ, я историк. Дмитрий Акульшин. Многоуважаемый Клим Саныч, расскажите про западные санкции против СССР. Насколько были сильные, ослабевали, как сильно подействовали. Я не слишком в теме. Если специально подготовлюсь, смогу рассказать, но не скоро. Это требует поднятия очень большого массива информации. Игорь Пантелеев. Будет ли в мини-серии «Хищный оскал капитализма» ролик про Бхопал? Бхопальская трагедия – это, прямо скажем, серьёзно. Недавно о чём-то подобном рассказывал Егор Яковлев, поэтому я не знаю, нужно ли мне повторяться. Ольга Полякова. Расскажите, пожалуйста, о войнах РОС и личности последнего Плантагенета. Обязательно расскажем. Вот как только мы расправимся с крестовыми походами, займёмся Столетней войной, ну а там по хронологии, наверное, уже и до войны РОС доберёмся. Там, конечно, был настоящий ад. Поэтому интересно. Михаил Видавский. «Хотелось бы узнать, является ли отречение Николая II от престола грехопадением перед Богом». Ну, предъявите, пожалуйста, Бога, тогда порассуждаем о грехопадении. Опять же, противоположную сторону, т.е. Бога, неплохо бы выслушать. Может быть, ему это было бы даже приятно. Может, он любит, когда от него отрекаются. Может, мы же не знаем, в конце концов. Я лично не беседовал никогда, да и вообще никто не беседовал, насколько я знаю. Михаил Кузнецов. «От многих сограждан в СМИ и интернете я слышал, что в настоящее время в России неправильный капитализм по сравнению с США и другими странами Европы. Что можете сказать? Капитализм бывает только один – он или есть, или его нет. У нас капитализм есть. Капитализм есть присвоение прибавочной стоимости посредством обладания частной собственности на средства производства. У нас такая модель господствует? Господствует. Значит, у нас капитализм. То, что мы живём хренове, чем в США, ну только потому, что в США капитализм начали строить в 18 веке, а у нас попытались один раз построить его в второй половине 19-го, что закончилось революцией, и ещё раз в конце 20-го, что тоже кончится в обязательном порядке – революцией. Потому что у нас капитализм строить просто не успели. Поздно. Поезд ушёл, двери электрички закрыты. А там внутри США сидят и никого не пускают, даже на площадку. Дани Флит. Будет ли рассказ об Антоне Шандриловее и его религии? Не, ну я этим не балуюсь. Я не буду про это даже касаться.